Digital detox. На самом деле это довольно свежий термин, появился недавно, и связано это с тем, что появилась в нашем обществе довольно серьезная проблема, то что у нас зависимость от девайсов. Digital это телефонные компьютеры и прочие-прочие вещи. Это причем реально проблема, многие от этого лечатся, и мы реально зависимы, мы постоянно дергаемся на звонки телефона, мы постоянно дергаемся, мы в интернет выходим, проверяем новости, читаем какие-то статьи. Вместо того, чтобы отдыхать и проводить время на свежем воздухе, сейчас у нас весна, лето скоро будет, часто я просто поражаюсь, когда тайские подростки сидят в кафе, компания собралась, я не молчу, просто вступили с телефона, и там что-то листают, в инстаграм выкладывают, что-то еще смотрят. Вот Digital Detox, это обозначает отказ от любых девайсов, то есть не проверки почты, то есть вот воскресенье, воскресенье рекомендуют современные психологи, и не только рекомендуют сделать отказ от всех девайсов, то есть сократить вообще качество звонков, вот некоторые мои знакомые бизнесмены, они вообще имеют два телефона. Первый телефон рабочий, который в воскресенье просто они отключают, недоступен, и второй для самого близкого круга друзей, друзей и родственников, которые могут позвонить им на этот телефон в любое время. Но вот воскресенье обычно они как раз-таки с близкими людьми проводят, поэтому у них нет надобности с ними общаться, то есть это максимальный отказ, и сначала до этого будет тяжело, как-то странно, а потом просто люди будут знать, что в этот день, вот воскресенье, вам лучше не писать, потому что у вас нету возле компьютера, потому что у вас день отдыха от интернета, у вас день отдыха от компьютера. Да, бывают там какие-то специальные ситуации, когда вы срочно должны быть на связи, когда там зависит ваше решение, но это исключение из правил. Но постарайтесь, постарайтесь, если у вас не получается на весь день, хотя бы полдня, начните с нескольких часов, полный отказ от телефона, от компьютера, выехать на природу, да, и просто наслаживать тем, что вокруг, и не дергаться постоянно, не смотреть в телефон, не смотреть в интернет, не проверять, не смотреть вот новость тоже. Я вообще телевизор уже не смотрю лет 7, наверное, точно. Мы как-то приехали, я и в России его редко смотрела, а здесь вообще, телевизор у нас стоит, мы его используем для просмотра обучающих материалов, там и прочих фильмы иногда художественные смотрим, да. А так, все, что в стране произойдет, мне родители об этом сообщат. Родители близкие люди, много есть добрых людей. Если что-то серьезное происходит, то, что в Таиланде было землетрясение, мы узнали, потому что нам позвонили, в 4 часа ночи позвонил брат мужа, «Ва, вы живые, все нормально?» «А что такое?» «Да вот там землетрясение где?» «Да вот на севере, ну это на севере, мы же там, в центральной части Таиланда, у нас все спокойно, да». Тоже как бы такие вот вещи. Вот эта наша жизненная позиция, немногие ее разделяют, немногие могут как бы тоже ее придерживаться, но я не стараюсь полностью отказаться от телевизора и от прочих вещей, но раз в неделю попробуйте обходиться без своих девайсов, без планшетов, без сидения в телефонах, без просмотра каких-то передач, то есть посвятить время себе. Уйти от этого вот состояния зомби, который сидит и тупо куда-то пярится, а посмотреть, что происходит вокруг. Это очень интересно, может быть, практика, и вы можете что-то новое для себя открыть и увидеть. А первое время кажется, что вообще, ну а чем заняться, да, вот если вот нет телефона, нельзя порыться там, почитать книжку в телефоне, там книжку, лучше бумажную книжку почитайте, не надо в телефоне сидеть, потому что там очень много соблазнов, ты сидишь, ты читаешь, вот я по себе знаю книжку на телефоне, там читаешь, бах, сообщение с фейсбука, там бах, и скайп, а куда-то что-то написал, еще куда-то что-то оттуда, и ты начинаешь втягиваться, и все, понесло. Нет, лучше как бы, чтобы это максимально ограничить, лучше, если с кем-то пообщаться, лучше выстрелить человека, чтобы он в реале с вами пообщался, если там вот в одном городе. Ну вот уже тяжелее, да, когда другая страна, вот позвонили вы там бабушке, дедушке, да, там маме, папе по скайпу, пообщались там полчаса, час, и все, больше не надо. То есть ты вот четко огранишься в это время, digital detox, очень важно. Попробуйте, я думаю, вам понравится.